Возможно, они не самые быстрые существа на планете, но улитки – удивительные создания природы. Давайте познакомимся с ними поближе. Улитки живут по всему миру. Улитка устроена очень просто – туловище и раковина. Туловище мягкое, влажное и слизистое. В его верхней части есть горб, в котором находятся внутренние органы. Внутри раковины туловище покрыто специальной складкой – мантией. Туловище делится на голову и ногу. Как видите, эта нога не совсем такая, как можно себе представить. Нога улиток не имеет костей. Она толстая и мускулистая, больше похожая на мышцы ног человека. Нога сжимается и расширяется, создавая волнистое движение, которое толкает улитку вперед. Это отличительная особенность этих животных. Ведь даже класс, куда входит улитка, назван брюхоногие. Но не все улитки ползают. Есть одна единственная улитка, которая почти ходит. Она очень маленькая, и нога у нее маленькая, с круглой подошвой. Зато голова похожа на толстый длинный хобот. Она сначала на этот хобот обопрется, потом ногу к нему подтянет, потом опять на хобот. Так и шагает. А есть ли у улиток позвоночник? Нет. Улитки беспозвоночные, а это значит, что у них нет позвоночника. Это позволяет им при первых признаках опасности прятаться в своих раковинах. Если бы у улиток был позвоночник, им было бы трудно залезть внутрь раковины. Раковина – это важная часть любой улитки. Раковина твердая, потому что состоит из карбоната кальция. Она защищает улитку от нападения врагов. И от воздействия природных факторов извне. А еще раковина помогает сохранить влагу. Ведь тело улиток состоит в большой степени из воды, и им нужно удерживать влагу в организме. У улиток, обитающих в засушливых районах, более толстая раковина, что помогает им задерживать больше влаги и не высыхать. А у улиток, живущих в более влажной среде, раковина тоньше, поскольку удержание влаги для них не является большой проблемой. Раковина улитки остается с ней на всю жизнь. Она крепится к телу очень сильными мышцами, поэтому сбросить ее они не могут. Раковина начинает формироваться, когда улитка еще находится внутри яйца. Когда она вылупляется, то у нее уже есть зародышевая раковина. Она мягкая и бесцветная. Для того, чтобы она затвердела, улитке нужен кальций. Поэтому она съедает скорлупу яйца, из которого вылупилась. И тем самым получает необходимый строительный материал. Кстати, в природе эти создания живут не так уж и много. Максимальный период жизни длится от трех до семи лет. У большинства видов улиток во рту есть язык. Нет, не такой язык, как у человека. Язык улитки необычный и называется радула. Он похож на мелкую терку, так как покрыт множеством микроскопических острых зубов. Вот так эти зубы выглядят под микроскопом. Поэтому радула работает как напильник, перетирая еду на пюре. Улитки – самая большая группа брюхоногих моллюсков. На земном шаре известно больше ста тысяч видов улиток. Представляете? Это настолько много, что улиток можно разделить на три группы. Наземные, пресноводные и морские. Расскажем о каждой группе отдельно. Наземные улитки могут жить где угодно. Но чтобы их тела не пересыхали, им необходимо потреблять много влаги. Именно поэтому большинство наземных улиток живет во влажных местах. Поскольку наземным улиткам необходимо оставаться влажными, они обычно наиболее активны ночью, когда воздух прохладнее, а почва более влажная. Большинство наземных улиток – травоядные, поедающие растительность, такую как листья, стебли и цветы. Обычно наземные улитки в глаза не бросаются, но иногда бывают удивительно яркими и красивыми. Они также могут быть полосатыми и даже прозрачными. Это зависит от места обитания улитки, ведь окраска раковины служит для маскировки от многочисленных врагов. Наземные улитки бывают разных размеров. Самая маленькая не превышает полмиллиметра и может пройти через игольное ушко. А самая крупная – это гигантская африканская улитка Ахатина. Она вырастает до 38 сантиметров и весит 1 килограмм. Это как пустой школьный ранец. Вы знаете, где у улитки глаза? Очень часто в мультиках неверно изображают глаза улитки. На голове у улиток есть такие тонкие щупальца, которые часто называют рожками. У наземных улиток две пары щупалец – длинные и чуть ниже – короткие. Они обладают способностью вытягиваться и втягиваться. Так вот, глаза находятся на самом верху длинных щупалец. Присмотритесь повнимательнее. На них черные точечки-бусинки. Кстати, глаза улиток не очень хорошо видят. Они не видят мох, по которому ползают, или растения, по которым взбираются. Они не видят ни деревьев, ни звезд. Они различают только свет и темноту. Ушей улитка не имеет, поэтому ничего не слышит. Ни пения птиц, ни воя волков. Улитки видят мир через запах, вкус и прикосновения. В нижней части головы находятся короткие щупальца. Именно их улитка использует для обоняния и осязания. Эти щупальца настолько важны для выживания улитки, что при повреждении они могут вырасти заново. Дышат сухопутные улитки с помощью одного легкого, который открывается во внешнюю среду небольшим дыхательным отверстием. Если присмотреться, его можно увидеть под раковиной. На ноге у наземных улиток есть особая железа, которая выделяет слизь. Слизь – еще одна важная часть выживания. Она защищает улиток от высыхания, позволяет им передвигаться, является своеобразным клеем, чтобы удерживать тело вертикально, когда улитка перемещается по стеклу аквариума, стенам зданий и стволам деревьев, а также помогает переждать неблагоприятные условия. Например, в жаркую погоду улитки выкапывают ямку в земле, залезают в нее, закрывают вход в раковину специальной крышечкой из слизи и ждут, пока погода станет более влажной. Вода почти совсем не проходит сквозь эту крышечку, а воздух проходит. И так улитки могут проспать очень долго. Зимой улитки также забираются под землю и впадают в спячку. Если улитка двигается по шершавой коре дерева, колючкам, острым камням или даже по лезвию ножа, она совсем не поранится из-за толстого слоя слизи, защищающего тело моллюска. Теперь давайте узнаем про вторую группу. Это морские улитки. В море настоящее царство улиток. Большинство из них просто лежат на дне. Другие зарываются в дно своими раковинами. Иначе устроились вот эти улитки. Они решили жить среди актиний, яд которых на них не действует. Другие улитки живут среди кораллов, где тоже можно укрыться от врагов. Вот это, например, морские улитки-цепреи. Раковины у них гладкие, блестящие и с зубчиками для защиты от крабов. А это улитка-рапа, которая поселилась вообще внутри коралла. Некоторые любят сидеть на камнях и скалах, как эти морские блюдечки. Края у раковины острые и твердые, и со временем в камне образуется ямка. А некоторые улитки совсем ползать перестали. Они и на улиток-то уже не похожи, поэтому их называют червячные улитки. А в холодных водах Антарктиды живут морские бабочки. Их нога приняла форму двух крыльев. Такие улитки передвигаются под водой, плавно взмахивая крыльями. А в теплых морях живут другие крылоногие улитки. Правда, они совсем не похожи на улиток, а скорее напоминают странных рыбок. Но это все-таки улитки. На спине у них есть крошечная ракушка. А нога превратилась в плавник. Раковины морских улиток бывают самых разных форм. У некоторых раковины покрыты острыми шипами, чтобы защититься от хищников. Раковина этой улитки имеет широкие листовидные выросты по бокам, чтобы защищаться от крабов. Длинные шипы этой улитки предохраняют ее от погружения в мягкий ил на дне. Кстати, самая большая морская улитка – это австралийский трубач, раковина которого может вырастать до 90 сантиметров в длину, а вес доходить до 18 килограммов. Внутри раковины может спокойно поместиться кошка или маленькая собачка. У морских улиток обычно только одна пара щупалец, а глаза расположены сразу на голове. А еще у большинства из них есть жабры, которые помогают им дышать под водой. Большинство морских улиток являются прожорливыми хищниками. Например, рапан. Он просверливает своим зубастым языком раковины двустворчатых моллюсков, а затем выедает обитателя ракушки через отверстие. Другая хищная улитка – харпа. У нее нога большая и плоская. Такой ногой харпа ловит маленьких креветок. Сначала накроет, как одеялом, а потом съедает. И самая опасная улитка – ядовитый конус. Эти моллюски приманивают рыбу хоботком, похожим на червя. Когда рыба хватает приманку, конус выстреливает в жертву ядовитым гарпуном. Мордочка у улитки, похожая на воронку, может очень сильно растягиваться. Вот в этой воронке-мордочке конус несколько дней рыбу и переваривает. Совсем как удав. Наконец, последняя группа улиток. Пресноводные. Их так назвали, потому что они живут в реках и других пресных водоемах. У них, как и у морских, только два щупальца на голове, а глаза находятся под щупальцами. Пресноводные улитки не умеют плавать, а большую часть времени проводят, ползая по дну, камням или водорослям. Улитка – одно из самых медленных существ на Земле. Это еще одна особенность, которая сделала их известными. И некоторые люди знают, как это использовать. Например, в Великобритании устраиваются гонки улиток. А вы знаете, что раковины улиток люди применяли еще с давних времен? Например, из раковины улитки Каури некоторые народы изготавливали деньги. Раковины маленькие по размеру, легкие и прочные. Кроме Каури, люди тысячелетиями использовали крупные раковины улиток как духовые музыкальные инструменты. Для этого выпиливали отверстия поближе к вершине и вставляли в отверстие устройство для прикладывания к губам, а затем сильно дули в него. Раздавался низкий и очень громкий звук. Еще в древнегреческой мифологии морской бог Тритон успокаивал волны трубой из раковин. А еще из раковин вот этих улиток Мурикс в античные времена получали пурпур. Пурпур – это краска. Раньше ей украсили одежду. Далеко не у каждого такая одежда была, ведь краска эта считалась драгоценной. Чтобы покрасить один плащ, нужны были тысячи и тысячи Муриксов. В Древнем Риме, например, носить пурпурный плащ мог только император. Зачем нужны улитки в природе? Ведь у многих они ассоциируются с вредителями. Во-первых, улитки – часть экосистемы. Они служат пищей для многих видов животных. Во-вторых, они великолепные санитары, поедающие остатки органических веществ. В-третьих, некоторые растения, например, селезеночник, который растет в наших лесах, опыляется улитками. А еще улитки все чаще становятся любимыми домашними питомцами.